МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Трудовая родина Ельбасе. Во второй день визита в Карагандинскую область президент Нурсултан Назарбаев обывал в Тимиртау. Он посетил металлургический комбинат, а также восстановленный парк в старой части города. Объекты соцкульпыта и автономные системы отопления отстают от графика подготовки к зиме. Такие данные озвучены в областном Акимате. В Карагандинской области завершается подготовка к очередному отопительному сезону. Забытые и никому не нужные. Памятники и мемориалы, посвященные шахтерам, погибшим в результате аварии, постепенно разрушаются. Ветераны шахтерского труда считают, что это наследие необходимо сберечь. Программа визита главы государства Нурсултана Назарбаева в Карагандинскую область была довольно насыщена. Минувшую пятницу президент посетил Арселор Митал Симиртау, одно из крупнейших предприятий области, специализирующийся на производстве проката черных металлов. Президент Казахстана ознакомился с технологиями производства сортового проката и был проинформирован о дальнейших планах по развитию металлургического комбината. Кроме того, Нурсултану Назарбаеву было доложено о планах по реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также решениях по обеспечению экологической безопасности региона. В ходе посещения глава государства встретился и побеседовал с рабочими предприятия. Представители трудового коллектива завода выразили поддержку инициативам Нурсултана Назарбаева и осуществляемым в стране государственным программам. Я хочу благодарить вас из всего сердца за ваш визит на родной комбинат. Благодаря вашей поддержке комбинат развивается, получает инвестиции на модернизацию производства. Наш маконациональный коллектив металлургов всегда поддерживает вас на всех начинаниях. Благодаря вашей поддержке расцветает наш город Тимиртау. Приходит к своему былой славе. А мы металлурги всегда вас поддерживаем, всегда будем опорой, индукциональной опорой нашей страны. Огромный вам ракет, Султан Абишевич. Нурсултан Азарбаев отметил тяжелый труд металлургов и рабочих комбината, подчеркнув, что всегда держит ситуацию вокруг города Тимиртау и завода на постоянном контроле. В ходе беседы глава государства напомнил руководству компании о социальной ответственности бизнеса за повышение качества жизни горожан. В частности, президент Казахстана указал на необходимость увеличения количества медицинских, образовательных и спортивных объектов в городе. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Президент Казахстана также посетил парк культуры и отдыха в старой части Тимиртау. Парк отремонтировали в этом году по программе Рухани Жангру. Глава государства осмотрел сооружения, возведенные на территории парка за счет внебюджетных средств. Парк был основан в 1956 году и занимает 7 гектаров. Когда-то здесь была танцплощадка, кафетерий, павильон аттракционов и зона для тихого отдыха. В 90-е годы парк пришел в упадок. В 2017 году по программе Рухани Жангру парк начали восстанавливать за счет внебюджетных средств. Его старались восстановить как можно точнее. Поднимали фотоархивы музеев, проводили опросы среди пенсионеров. Мы нашли старые фотографии, смотря на которых мы старались восстанавливать именно те элементы, которые имели место быть в этом парке. И цель была, основная цель была именно придерживаться ретро-стиле. И как видите, в виде инсталляции мы установили именно старый трамвай, освещение, скульптуры, которые в то время были. И самое главное, вот танцплощадка. Нурсултан Азрабаев высоко оценил преобразование в парке. Глава государства посетил театрализованное представление, повествующее об истории города в 50-60-е годы. Молодые люди исполнили песни из любимых кинофильмов президента «Девчата» и «Весна на Заречной улице». Нурсултан Азрабаев вместе с молодежью спел под гитару песню о тревожной молодости. Песня «Весна на Заречной улице» Всего в мероприятие приняли участие 170 человек из Караганды и Темиртау. Сегодня в обновленном парке имеется танцплощадка со сценой, небольшой уличной кафетерии, детская площадка, беседки и малые архитектурные формы. Во время посещения парка президент Казахстана встретился и побеседовал со своими соратниками и бывшими коллегами по металлургическому комбинату. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В ходе рабочего визита в Караганду Нурсултан Азарбаев встретился с молодоженами. Церемония бракосочетания проходила в новом дворце торжеств Ах-Сарай. Глава государства поздравил новоиспеченных супругов, пожелав им счастливой семейной жизни. Во время визита главы государства во дворце торжеств Ах-Сарай проходила регистрация молодоженов. Нурсултан Азарбаев решил воспользоваться моментом и благословить семь пар на счастливую жизнь в браке. Он отметил, что главные составляющие счастья человека – это семья и здоровье. Когда провели опрос, что такое счастье, причем недавно в Лондонском университете, на первом месте что стояло? Большое количество людей опросили. Ни богатство, ни власть. На первом месте счастья стояли дети и семья. Потом дружба, потом работа, потом все остальное. Вот сейчас, вот в этом возрасте вы этого не понимаете. Вот когда дойдете до определенного возраста, любой человек понимает, где было счастье. Это и второе. Девять десяток человеческого счастья – это здоровье. Вот две вещи. Молодожены, в свою очередь, поблагодарили главу государства за ипотечную программу «7-20-25». Для многих казахстанцев эта программа стала гибким социальным решением вопроса жилья. Как зовут? Станислав. Яна. Яна. Работаешь? Работаю. Я. Мастером электромонтажной организации. Тоже работаю? Тоже работаю? Тренировый работаю, да? Где жить есть? Да, живем, слава богу. Вот вы можете подключиться к новому программу, которую я объявил. 7-20-25. Оба работаете. Есть такая возможность. Напомним, дворец торжеств «Ахсарай» был построен карагандинским меценатом в рамках программы «Рухани-Жангру». Осмотрев дворец и побеседовав с супружескими парами, Нурсултан Азарбаев пожелал молодоженам здоровья, семейного благополучия и успехов. Он также подчеркнул, что нужно беречь возникшие чувства. «Крепкая семья – это крепкое государство», – подытожил свои слова Ельбаса. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Карагандинской области завершается подготовка к отопительному сезону. В областном Акимате состоялось очередное аппаратное совещание. О ходе подготовки станций и отстающих регионах поведал исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства. В регионе полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Производится ремонт инженерных сетей, которые планируется завершить до 1 октября. С отставанием ведется работа по подготовке котельных и автономных систем отопления, а также объектов Соскульбыта. Об этом Акимобласти доложил исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства Улан-Тай Усенов. По подготовке котельных и Асо имеются отставания в городах Караганда, Балхаш, Каражал, Актагайском, Каркалинском и Асакарских районах. По подготовке жилых домов и объектов Соскульбыта имеются отставания по городам Балхаш, Каражал, Сатпаев, Тимиртау, Актагайском, Жанаркинском, Каркалинском, Нуринском, Асакарском и Шестском районах. Акиматам городов и районов совместно с областным управлением необходимо ускорить работу по завершению ремонта работ до 1 октября текущего года. Отгрузка угля – еще один вопрос, который не остался без внимания на аппаратном совещании. Глава региона Ярлан Кушанов отметил, что население должно закупать уголь уже сейчас. Это поможет избежать ажиотажа угля, как в прошлом году. Вот уголь есть. На тупиках есть уголь. Я обращаюсь к населению. Необходимо сейчас закупать. Иначе через несколько дней уже к концу сентября начнется опять, как в прошлый год, ажиотаж. Аким области отметил, что эту работу должны контролировать акиматы. Также Ярлан Кушанов подчеркнул, что необходимо усилить контроль над вывозом угля в другие регионы. 2 августа 1961 года в результате пожара на карагандинской шахте 18БИС погибло 48 шахтеров. По неофициальным данным, трагедия унесла 102 жизни. Поскольку пострадали не только шахтеры под землей, но и жители ближайшего поселка. Сегодня о той трагедии напоминает лишь небольшой мемориал, который сегодня уже начал разрушаться. Сегодня на мемориале уже с трудом читаются имена погибших в той ужасной трагедии, произошедшей 57 лет назад. По данным архивов, пожар начался в 6 часов утра. Шахтеры пытались тушить ленту транспортера самостоятельно, и поэтому о пожаре под землей наверх сообщили лишь через 2 часа. Постепенно огонь вышел на поверхность, загорелись здания. Через трещины в земле выходили угарный газ и метан. Жителям поселка запретили ночевать в своих домах. Они провели эту ночь на улице. В результате пожара погибли 48 человек. Их имена увековечены в мемориале. Сегодня о памятнике помнят немногие. Он постепенно разрушается. Я бы хотел, чтобы этот памятник достойно содержался. Люди, конечно, не знают. Я не говорю о молодом поколении. Уже даже старожилы не знают. Говорят, что нет тут никакого памятника. История разработки Карагандинского угольного бассейна полна трагедий. Слишком уж большой ценой доставалось нам черное золото. Много на Карагандинской земле и подобных мемориалов. Шахтеры-ветераны считают, что эти памятники также могут стать объектом интереса туристов. А для этого необходимо восстановить историю да отреставрировать мемориалы. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 9 сентября во всех городах страны прошла акция «Фестиваль здоровья». В Караганде состоялась на площади Дома дружбы при содействии областного управления здравоохранения, регионального фонда «Жасутан» и Центра здорового образа жизни ТВ КИЗ-4. Заряжающая энергией музыка, разминка и отличное настроение. Именно так начался день карагандинцев, собравшихся на площади Дома дружбы. Это мероприятие стало доброй традицией. Оно направлено на поддержание здоровья и повышение мотивации к регулярным занятиям физкультурой. Значимость акции подчеркнул руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Здоровье нашей молодежи – это стратегический запас страны. Поэтому сегодняшнее мероприятие – это наша хорошая традиция, когда собирается много молодежи, когда мы говорим о том, что быть здоровым – это полезно, и прививаем нашим молодым правила здорового образа жизни. Мероприятие также включало награждение лучших сотрудников лечебных учреждений и победителей марафона здоровых привычек. Напомним, что марафон проходил в период с 11 июля по 31 августа. Первое место занял Айкын Екпын, ученик пятого класса. Я ежедневно ходил по 10 тысяч шагов и употреблял один или полтора литра воды. И вы придерживаетесь этих правил, поскольку это полезно для здоровья. Здесь же горожан проконсультировали специалисты. С помощью экспресс-диагностики карагандинцам определяли уровень сахара и холестерина в крови, мерили артериальное давление. Масштабное мероприятие завершилось зажигательным флешмобом, который быстро подхватили все собравшиеся участники. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Уважаемые зрители, телеканал Первый Карагандинский меняет сетку вещаний. С 10 сентября вечерние новости на государственном языке будут выходить в 18.00, на русском – в 18.30. С информационной картиной каждого дня вас продолжат знакомить наши корреспонденты. Оставайтесь с нами и узнавайте новости региона первыми. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солонстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова